Рубрика «Спорный мяч» и компания «Виста Спорт» приветствует вас на июльском выпуске «Спорного мяча». Я, видимо, очень удачно в прошлом выпуске посоветовал вам тёплого лета, потому что, по крайней мере, в московском регионе оно просто превосходное. Желаю вам, чтобы у всех оно было таким до конца, хотя бы до сентября. Ну, начнём отвечать на ваши вопросы. У меня просьба большая есть к вам. Дело в том, что вы иногда задаёте вопросы в комментариях к достаточно старым нашим выпускам, а поскольку выпусков становится всё больше, нам, честно говоря, немножко становится сложно их уже отслеживать. Например, вот вопрос, на который мы сейчас ответим первым. Он был задан к первому спецвыпуску о правилах подач. И я, честно скажу, совершенно случайно на него наткнулся, потому что физически нам сложно уже все старые выпуски просматривать. Поэтому просьба, вы свои комментарии с вопросами новыми, на которые вы хотели бы получить ответ, оставляйте, пожалуйста, в комментариях к последнему актуальному выпуску спорного мяча. Если я подаю или отбиваю, и шарик летит за пределы стола, но соперник его ловит рукой или автоматически отбивает, кому засчитывается очко? Решение о присуждении очка будет зависеть от того, где конкретно соперник либо случайно автоматически отбил, либо поймал рукой. Если он это сделает над своей игровой поверхностью стола, то будет применено правило настольного тенниса, формулировка «игрок мешает мячу». В этом случае очко выиграете вы. Если он эти действия свои осуществит уже, когда мяч выйдет за пределы игровой поверхности стола, то мяч будет проигран вами. Ну, за одним только исключением, что если ваша встреча обслуживается судьей, то судья должен быть абсолютно уверен, что это произошло за столом. Если у него будут сомнения, то опять же это может его выиграть. Но вообще да. Ну, очередной раз я призываю вообще этого не делать, конечно, и пусть мяч спокойно выйдет из игры. Не надо его не отбивать, даже явно за пределами стола не хватать рук. А как сетку проверять? Будет выпуск? Ну, я думаю, это вопрос не такой большой, чтобы посвящать ему целый выпуск. Хотя, давайте мы поступим так. Мы сейчас наберем несколько таких интересных вопросов или тем, которые желательно осветить на практике, показать, и сделаем очередной наш спецвыпуск, может быть, через пару месяцев, внеплановый, в котором мы вот эти вот интересные темы на практике затронем. И тогда я вам покажу, как проверять сетку. Когда выйдет выпуск с Владимиром Владимировичем Сидоренко? Я уточнил у наших коллег, которые занимаются как раз формированием и выходом в эфир наших репортажей и выпусков. Предполагаемая дата выпуска интервью Сидоренко планируется 7 июля или около того. Я принимал участие в соревнованиях и перед игрой «Толщина мер у судей» показал немного разные цифры в плоскостях. Например, 3,2, а в другой плоскости 3,4. По итогу мне сказали переклеиваться. Несмотря на то, что это пара миллиметров. Да и в вашем ролике не было сказано, что это запрещено. Получается, я могу возразить насчет этого вопроса. Ну, вы знаете, наверное, не пара миллиметров, а пара десятых миллиметров, да? Судя по тому, что в предыдущем, в начале вы написали, да? Вы знаете, ситуация немножко странная, потому что на самом деле профессиональный толщиномер, ну, на моей практике, да и вообще, он никогда не показывает абсолютно одинаковые показания. Я в прошлом выпуске, в специальном репортаже, я рассказывал, что обычно делают 4 измерения. Как правило, они все немножко разные. И потом, если начинаются вопросы, то берется среднеарифметическое. Поэтому вообще этого, ну, честно говоря, немножко странно, что это произошло. У меня лично есть подозрение, может быть, вам, судьи сказали, переклеиться не потому, что у вас разная толщина. Может быть, у вас, например, накладка отклеилась немножко, или что-то. То есть, по какой-то другой причине вам сказали, переклеиться. Но вот эти две десятых не должны были повлиять. Во время приема игрок промахивает смену мяча. Но объема его легких хватило, чтобы мяч пересел через сетку и коснулся стороны соперника. Соперник мяч не отбил. Кому присудить очко? Забавный вопрос. Объема легких ему хватило, чтобы дунуть на мяч, видимо, и что он перелетел в другую сторону. Но, конечно, он в любом случае проиграл этот мяч. Это очко. Просто потому, что он не осуществил удар по мячу. Все. Очко им проиграно. Несмотря на его прекрасный объем легких. Переигрывается ли очко, если во время розыгрыша мяч оказался мокрым и соскользнул с накладки? И как это определить и доказать? Вы знаете, вы, видимо, не смотрели наш предыдущий выпуск. Если я не ошибаюсь, это тот выпуск, который вышел первого июня. Потому что я подробно рассказывал о таких ситуациях и что правильно и как поступают судьи. Поэтому я сейчас не буду тратить время. Вам советую просто предыдущий выпуск посмотреть. Там все рассказано. Спортсмен-инвалид на соревнования со здоровыми подавал не совсем правильную подачу в связи со своим заболеванием. Соперник обратился к судье принять санкции к подаче. Тот стал снимать очки, аргументируя, что спортсмен-инвалид делает это специально. Распространяется ли правило для таких спортсменов на обычных соревнованиях? Если соревнования обычные, а не специальные соревнования для лиц с ограниченными возможностями, то, конечно же, все-таки должны соблюдать общие правила и спортсмены с ограниченными возможностями. Я об этом, по-моему, говорил немножко раньше. Судьи вправе смягчать требования к правилам подачи, если они уверены, что невозможность выполнить какое-либо требование связана с физическим недостатком человека и что он действительно не может этого сделать. Поэтому судьи могут смягчить требования, но судьи не обязаны это делать. И в данном случае, ну, я не могу говорить за другого судью, но, скорее всего, судья действительно просто мог усомниться, что действительно вот это некие нарушения в правильной подаче были вызваны физическим недостатком. Ведь, ну, теоретически, ведь и намеренно можно такое делать. Поэтому все на усмотрение судьи. И в данном случае к суде никаких претензий быть не может. не смотря на то, что часто бывает, что действительно смягчают требования, если игрок очевидно не может выполнить какой-то элемент в силу физических своих особенностей. Может ли судья судить матч своего ребенка? Может ли тренер судить матч своего воспитанника? В принципе, на родственников никаких ограничений на судей с родственниками никаких ограничений в правилах нет. здесь есть два момента, на которых я хочу остановиться подробнее. Во-первых, если мы говорим о тренере, то тренер, то есть на одних и тех же соревнованиях не может человек быть одновременно и судьей, и тренером. поэтому если мы говорим вдруг не в общем соревнованиях, а о конкретных соревнованиях, то это недопустимо. Либо человек судит, либо он является тренером. На одних соревнованиях совмещение невозможно, даже в разные дни. значит, что касается родителей, например, то повторюсь, ограничений каких-то в принципе их нет, но я хочу обратить внимание, что во-первых, это действительно может быть не очень правильно и нехорошо, стараться все-таки надо не допускать таких случаев. Но я хочу сказать, что если мы берем, например, крупные региональные соревнования, межрегиональные соревнования, то есть правило, которое говорит о том, что судья и игрок они не должны быть из одного региона. И на крупных соревнованиях, если вдруг судейскую бригаду назначают на обслуживание матча и оказывается, что судья и спортсмен из одного региона, то, как правило, судью меняют на другого, меняют столы для того, чтобы из одного региона не было спортсмена и судьи. И в данном случае это может быть распространено и на родителей, если, например, повторюсь, межрегиональные соревнования какие-то, и родители игрок, они явно все-таки из одного региона. В этом случае, конечно, надо каким-то образом решать ситуацию. В других случаях ограничений нет. Какой задать вопрос, чтобы выиграть ситкомер? И можно ли разыграть книжку с правилами, которая была на видео? Для того, чтобы выиграть ситкомер, нужно задать интересный вопрос, который действительно полезен для обсуждения, для развития, для повышения нашей общей теннисной грамотности. С точки зрения книжки с правилами, на самом деле, в принципе, эти книжки достаточно редкости. То, что есть у меня, тоже мне выдавали книжку. Я могу сделать, что? У меня есть экземпляр книжки с более старой редакцией, 2018 года. Там практически ничего не изменилось, но какие-то точечные изменения, конечно, с этого времени произошли, но в целом книжка, эти правила, они актуальны с небольшими поправками. Если вам интересно, то я вот эту именно чуть-чуть устаревшую, но в большинстве своем подавляющем актуальном сборник правил я могу вам презентовать. Если вы обратитесь в Висту, я оставлю в компании, то она ваша. Считайте двухминутная разминка начало матча. Можно ли играть эти две минуты одной ракеткой, а игру на счет другой? Когда официально начинается? Вообще считается, что матч начинается с момента выхода игроков на площадку, и, конечно, никакие замены ракеток недопустимы после разминки. Кроме всего прочего, в этом есть элементарная логика. Во-первых, разминка призвана не только размяться непосредственно, но и почувствовать инвентарь соперника, отскок и так далее. Было бы совершенно неразумно иметь возможность после этого поменять свой инвентарь. И более того, судьи проверяют инвентарь и ваши ракетки на площадке перед разминкой, а не перед уже началом непосредственной игры. И второй раз, конечно, судья не должен и не будет этого делать. Но это отступление. Конечно же, нет. Вы должны выйти на игровую площадку с одной ракеткой и играть ей весь матч. Кому присуждается очко, если противник повесил соплю и поднял руку в качестве извинения? А я сумел отбить этот мяч? Розыгрыш продолжился и я в конце концов не смог правильно вернуть мяч. Раз розыгрыш продолжился, то очко будет присуждено тому игроку, который этот розыгрыш выиграл. Потому что розыгрыш, повторюсь, продолжился. Если вам действительно помешал этот жест, я вам рекомендую в таких случаях продолжать игру, но обратить внимание судьи на то, что вам помешали. И с очень большой долей вероятности судья назначит переигровку. Но вообще, если судьи, как правило, все-таки опытные и они очень хорошо читают игру, поэтому скорее всего судья увидит и поймет, что вам этот жест извинения помешал и сам остановит игру. Кому присуждается очко, если противник начал разговаривать во время розыгрыша и этим помешал не вернуть мяч? Вы знаете, ситуация практически идентична ситуации из предыдущего вопроса, когда соперник извинился во время игры. То есть, это была помеха, которая могла вам помешать, не могла вам помешать. Поэтому ответ тот же самый. А все таки вопрос про игровую руку. В случае, когда обе руки обхватывают ракетку. Ну, это вот сейчас мы возвращаемся к ситуации, которая с югой кальдорана была, да, и так далее. Но вообще нарушений нет, и в этот момент обе руки считаются игровыми. В противном случае я вас уверяю, что тем более на соревнованиях такого международного уровня кальдоранами не дали бы доиграть, и остановили бы игру и присудили бы очко его соперников. Поэтому это легитимно. Ждал ответ на вопрос по поводу измерения длины стола. Если, к примеру, половинки не плотно сомкнуты, то длина стола будет больше положенных 274 сантиметров. Видимо, в другом выпуске будет. Я вас приветствую. Более того, скажу, что с автором этого вопроса мы совершенно случайно недавно встретились на турнире, в котором мы принимали участие. Но я отвечу еще раз здесь. Такой процедуры в принципе нет. Она в судейские регламенты не входит. Но естественно, что судьи они обязательно, поскольку они проверяют сетку, смотрят стол и скрупулезно изучают игровую площадку перед началом игры. Конечно, если будут неплотно сомкнуты половинки стола и будет большая щель, судьи это устранят. Но процедуры такой нет, измерения длины стола. Ура! Сеткомер мой! Спасибо! И сразу вопрос. Как им пользоваться? А то всю жизнь сетку мерил по ракетке и норм. Натяжение сетки, конечно же, по камертону. Ля! Вы знаете, не все так просто. На самом деле сетки разных производителей звучат немножко по-разному. Например, сетки доник они, как правило, выдают до диез. Вот. А сетки йола они могут и фа звучать. Поэтому ну вот вначале мы об этом сказали. При вашем желании мы можем такой микрорепортаж сделать. И вернее даже включить его в какой-то более обширный репортаж. Я чувствую, что это актуальная тема. Почему крики эмоционально вводящие а-ля хоремоты считаются нормой? При том, что если порвить чувств пнуть мяч, то это уже не спортивное поведение. Ну, наверное, потому, что у этих двух действий немножко разное подноготное. В данном случае крики а-ля хоремота они нацелены на то, чтобы себя поддержать, себя завести. и это некий элемент борьбы. Хотя, мне кажется, что все-таки хоремота излишне себе много позволяет. Слишком громко, слишком эмоционально. ну, если бы я его судил, наверное, я бы все-таки его немножко попросил снизить градус вот этого напряжения. в данном случае, а что касается пинка, мяча, то, простите, это просто хулиганство на самом деле. И тут в этом действии нет ничего, что призывало бы настроить себя же на игру, поддержать свой спортивный дух. Это просто неспортивное поведение, поэтому все правильно. Возникли проблемы с пунктом 2.6.1. Сколько открытая кисть должна быть неподвижной перед подбросом? Поискал определение неподвижности, но именно про секунды нигде не пишут. Один из соперников берет мяч, подходит и на полсекунды разжимает кулак и подбрасывает. Другая стучит мячом о пол и тоже очень быстро переходит от стука к разжатой руке и подает. При замечаниях все начинают спорить и упираются, что все по правилам и не их проблема, что мне не видно и неподвижность фиксация неподвижной руки перед подачей она не регламентирована по времени. Но с другой стороны это действие должно быть очевидно и все-таки легко различимо и соперникам и судьями. Поэтому конечно же если практически не было остановки и сразу началась подача можно усомниться даже в самой неподвижности. поэтому я вообще призываю на самом деле перенимать хороший опыт и хорошее действие у профессиональных игроков. Если вы обратите внимание как играют профессиональные игроки они очень тщательно трепетно и внимательно относятся к подаче и они достаточно надолго фиксируют руку и все прекрасно видно. это и правило хорошего тона и не вызывает никаких вопросов у соперника и у судей и это дает возможность конечно сконцентрироваться на подаче сконцентрироваться на игре. берите пример профессионалов они молодцы. Как стать дилером Vista Sport? Очень интересный вопрос для рубрики спорный мяч я ответить на этот вопрос вам не смогу но я более чем уверен что если вы напишите в компанию или позвоните и этот вопрос зададите вас переключат на сотрудника который занимается этими вопросами и вам все расскажут цитата толщина накладки не более 4 миллиметров а какова минимальная толщина которая допустима минимальная толщина накладки в принципе ничем не регламентируется но на самом деле это абсолютно не нужное было бы действие совершенно достаточно что накладка находится в списке разрешенных накладок лак поэтому если она есть в списке какой смысл на место и небольшие соревнования пришел игрок с лысыми накладками которые абсолютно не цепляют но он привык играть именно такими и играет очень неплохо но его не допустили к играм аргументировав именно тем что они лысые правы ли организаторы есть ли пункт правил и тому подобное по этому поводу пустили бы игрока на официальный чемпионат с такими накладками если они даже есть в списке ларк ну во-первых организаторы поступили совершенно правильно что они не допустили такого игрока потому что лысая накладка у нее уже совсем другие свойства игровые поэтому она уже по сути ее даже к разрешенным уже сложно отнести у нее очень сильно изменились игровые свойства конечно же такую ракетку тем более бы не допустили на крупных соревнованиях это совершенно однозначно вот и я вам советую знаете пересмотреть последний спецвыпуск относительно посвященный игровому инвентарю там об этом много говорили о глянцевости и на примерах я показывал соответственно и нахождение накладки в списке ларк в списке разрешенных накладок это является обязательным но недостаточным условием для того чтобы такой накладкой можно было играть она должна быть накладка матовая не должна быть сильно повреждена по толщине проходить и так далее согласно пункту 2.5.7 допускается обвивать мяч рукой ниже кисти держащей ракетку а если мяч отскакивает от пальца и лопасти ракетки является ли это нарушением например двойным касанием можно немного уделить внимание именно двойному касанию мяча в игре кратко вы знаете я уже не помню точно выпуски но мы об этом говорили и говорили об этом неоднократно и даже самые первые выпуски спорного мяча которые были не в видео формате а в текстовом там даже был один выпуск маленький посвященный именно этому если в двух словах то двойное касание оно допускается и не считается нарушением если оно произошло вследствие единого слитного движения игрока если это было не не два раза он проводил действия рукой для того чтобы два касания прошло а он один раз провел единое слитное движение и произошло двойное касание это допустимо игра должна быть продолжена естественно он не проигрывает этот мяч вот и это же касается ручки в данном случае игрок отбил мяч рукоятки ракетки является ли такое действие правильным или это проигрыш очка и опять же кисть плюс рукоятка будет ли это нарушением ну мы практически на это ответили в предыдущем вопросе это не будет нарушением игра должна быть продолжена почему на мастерские турниры из ЕКП не допускают спортсменов со вторым разрядом вы знаете я не смогу ответить на этот вопрос это просто не в компетенции судей если я не ошибаюсь это регламентируется утвержденными нормативными актами по-моему даже Минспорта поэтому не могу сказать какими шипами вы играете я перед этим ответом маленький анонс сделаю у нас в планах есть небольшой интересный проект который вас наверное заинтересует будет ряд выпусков посвященных инвентарю которым играют сотрудники Виста Спорт поэтому наверное немножко более подробно это будет позже но вкратце я скажу что я играю шипами не так умориста СП какая накладка самая мощная и быстрая я люблю силовой теннис удары с максимальным вращением и максимальной скоростью раньше играл накладками Фастарк G1-2-0 но на мощных топцах губка слишком сильно пробивается и накладка не вывозит удар и тухлит перешел на Дигнингс 0.5 Макс гораздо лучше и скорость увеличилась и вращение мяч более опасный тип соперники чаще стали ошибаться есть еще были жесткие накладки других фирм но они не такие импульсные быстрые пуляющие не то существует ли накладка более пружинистая быстрая чем Дигнингс 0.5 липуны не рассматриваю они все значительно медленнее тензоров гибриды тоже тухлые ну я могу сказать что я достаточно разбираюсь в инвентаре но все-таки не являюсь мегаэкспертом поэтому я обратился с вашим вопросом к специалистам компании Vista Sport которые профессионалы в этом вопросе до мозга костей вот и ну во-первых вы играете прекрасной накладкой наверное достаточно сложно будет подобрать что-то мощнее быстрее и так далее но наши специалисты посоветовали накладку Доник Blue Storm Pro эта накладка как они сказали она даже будет немножко по мощнее и побыстрее чем то что вы озвучили кстати по какому-то волшебному стечению обстоятельств наш уважаемый сотрудник который сейчас находится по другой стороны камеры и который снимает видео для компании Vista Sport все видео которые вы видите играет именно этой накладкой Артур привет накладка офигенная привет ситуация игрок подает подачу подкинул мяч и во время его полета вспомнил что подает не в свою очередь если он поймает мяч обратно считается что он ее не подал значит нет это не будет считаться что он ее не подал подачу и конечно очко не будет присуждено его сопернику вот более того именно такая ситуация это является одним из четких оснований для переигровки когда встреча останавливается для того чтобы исправить какие-то нарушения или в том числе очередность подачи восстановить правильную другое дело что это должен сделать судья конечно и вообще я неоднократно говорил что игроки самостоятельно встречу конечно останавливать не должны вот и в данном случае ну может быть максимально судья просто вам укажет на то что неправильно останавливать матч самостоятельно но конечно же очков вам проигран не будет потому что надо было восстановить правильный порядок подачи комментарий к вопросу так если он не подает то может подкидывать мяч сколько угодно более того он может подать но заперник спокойно ловит мяч рукой и указывает на то что подавать должен другой очко не разыгрывается в этом случае а если не в свою очередь подал и очко разыграли то обычная очко отменяется неважно кто выиграл или проиграл вы знаете я хочу ответить на этот комментарий именно ради последней фразы которая была сказана я хочу сказать что к сожалению это ваше заблуждение что несмотря на то что могла быть нарушена очередность подачи если уже розыгрыш состоялся и очко или несколько очков уже были разыграны и розыгрыш завершены никакого возврата к предыдущему счету не происходит и все эти очки засчитываются в счете но после обнаружения ошибки и естественно восстанавливается очередность повторюсь очки все засчитываются даже при неправильной очередности подачи если розыгрыш уже были закончены когда будет приведен соответствие пункт правил 248 в английском и русском вариантах before the start of match в начале встречи русский вариант должен начинаться так перед началом матча как и в правильном переводе с английского в начале встречи и перед началом матча можно трактовать по-разному спасибо если ответить конечно мы ответим более того мы хотим выразить вам особую благодарность за этот вопрос потому что я нахожусь в постоянном контакте со многими судьями и в том числе общаюсь с нашими уважаемыми судьями высочайшей категории которые являются составителями русскоязычных правил настольного тенниса и это действительно сейчас небольшая нестыковка и мне сказали что благодаря вам кстати в том числе что эта формулировка будет изменена единственное что это делается не очень часто потому что не так часто правила пересматриваются утверждаются но это должно быть сделано на это есть настрой поэтому вам особая благодарность за реальную помощь и конечно же у нас просто не осталось сомнений что ваш вопрос будет объявлен победителем июля и металлический сеткомер очередной для вас спасибо всем нашим подписчикам слушателям ждем следующих ваших вопросов и до встречи 1 августа хорошего лета спасибо 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 Продолжение следует...